приветствую друзья вы на канале есть вопрос сегодня у нас и коренок и соревнования шагающий робот напоминаю что 21 год на дворе и что вам предстоит вам предстоит сделать робота который каким-то образом дошагает по трассе и наберет большее количество очков трассовые или следующим образом вы увидите вы в углу экрана описание мы оставим внизу под видео пока я распаковываю коробку и показываю вам поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал чтобы оставаться после последних событий и так распаковываем упаковку что мы находим внутри давайте достанем все извлечем все показываю ничего там нет коробка такая вот веселая ну да ладно у нас содержится две книги которые необходимы прочитать тем кто любит это делать либо придумать самостоятельно как собрать робот в книгах как робота собрать нет то есть нет никакой инструкции общая информация примеры других моделей и подразумевается что прочитав два вот этих талмута вы что-то для себя вынести и так что же находится внутри коробки что нас с вами интересует кроме вот этого удивительного календаря формата 4 картон далее вот такой пакет пакет у нас карандаш линейка пакетик батарейный блок с выключателем далее такая гибкая штука для оформления или для чего-то два пенопластовых шара двигатель и собственно деревянная такая планочка одна стяжка распаковываем дальше у нас есть двухсторонний скотч клей пва еще две такие деревянные заготовки с отверстиями четыре колеса и собственно резинки что важно не потерять смотрите вот у нас есть вами одна ось два вот таких рычага и также есть вот такие маленькие загогулинки сейчас объясню для чего что нужно и собственно проговорим чего нет в комплекте в комплекте нет двух батареек формата а а а 3а то есть мизинчиковый простонародье а также у вас будут ножницы и все итак друзья вам из всего этого набора предстоит собрать робота который за минимальное время преодолеет путь от точки а до точки б точно по центральной линии и наберет максимальное количество очков и так что хотел проговорить к этому набору кроме двух батареек вы добавить ничего больше не можете соответственно нужно с вами подумать заранее каким образом мы будем собирать робот потому что потренироваться дома у вас не получится если вы испортите это двигатель до вас 2 шанса не будет то есть в этом году условия они такие достаточно жестко есть что-то сломалось то собственно тебе надо либо два набора иметь до чтобы вероятность либо ты как бы тренируешься у себя в голове по-другому не получится испортим набор будете искать детали точно такие же потому что судьи должны посмотреть что ничего лишнего вас комплект не входит далее давайте обратимся к нашей доске и я покажу каким образом можно собрать роботы что влияет на его движение вперед погнали итак друзья минутка теории смотрите всю базовую модель мы будем строить из нескольких элементов у нас есть с вами двигатель от которого мы никуда не денемся я обозначу следующим образом выступающие части которые приводятся в движение будут вас вверх до соответственно длинная часть где сам двигатель расположен это низ все вот к этим частям мы с вами можем подключить те кривые рычаги про которые я говорил ранее вот такие кривушечки почему потому что ось насквозь мы подключить с вами не можем соответственно она у нас есть мы ее с вами сломать идеально тоже не можем мы ее будем использовать как элемент крепления колес задней части я предлагаю делать именно таким образом но поскольку у нас есть разные люди и я должен предложить варианты предлагаю вариантов несколько смотрите если мы предполагаем что двигатель у нас находится в центре у нас будет с вами 4 варианта один два три четыре первый вариант двигатель находится таким вот образом и рычаги мы подключаем можно сказать симметрично второй вариант двигатель находится также таким же образом но рычаги мы подключаем вот таким образом в третьем варианте мы переворачиваем наш двигатель вот так и подключаем рычаги вот так ну и соответственно все вы уже догадались второй вариант четверточный вариант он самый такой у нас жесткий с точки зрения достижения цели его тяжелее всего прогнозировать это вот таким образом смотрите первый вариант самый простой почему потому что у нас движение все будет направлено вперед если мы сзади с вами установим ось на нее колеса или другую скользящие кутов элемент то у нас все должно быть идеально и хорошо если у нас вот эти рычаги находятся на одном расстоянии и одновременно касаются основу второй вариант где у нас рычаги с вами сделано вот таким образом да подключены здесь что а это будет такой расколбас настоящий такое вот веселое слово но на самом деле мы будем касаться поверхности вот здесь да у нас робот будет накреняться получается вот в эту сторону когда происходит оборот у нас вот эта штука достигает да вот здесь крен будет компенсировать вот и как далеко мы уйдем мы с вами не можем предположить здесь на самом деле надо сделать очень хорошую развесовку вот этого робота чтобы он двигался чтобы у нас каждое движение компенсировало предыдущее здесь хорошо подумайте на самом деле я бы не заморачивался и работал по первому варианту но давайте рассмотрим следующий третий вариант в чем у него проблема этот вариант будет похож на лягушку он и похож на самом деле на лягушку вот у него такие лапки он будет прыгающий да когда у нас лапки будут касаться поверхности вот здесь если у нас тело будет недостаточно длинное то у нас будет происходить такой своеобразный прыжок во время прыжка вы понимаете что у нас может робот либо влево либо вправо завалиться да и следующее движение будет не компенсировать а наоборот усиливать вот этот завал здесь история такая и самый сложный вариант это 4 если вы хотите по фану повеселиться на соревнованиях что собственно и должно быть да мы не для достижения цели а просто чтобы провести весело время и весь дизайн у нас нашего робота будет как сконцентрирован на получили неудовольствие то вот это самый веселый вариант то что робот будет вообще непредсказуемый будет творить все что хочет если вы инженер от бога вы сможете компенсировать эти недостатки если нет то пожалуйста пользуйтесь первым вариантом это моя рекомендация каждый делает все что угодно это самые простые конструкции мы можем и другие варианты с вами придумать но зачем если есть простой простое соотношение не забывайте пожалуйста что все торчащие элементы мы там глазки с вами захотим какие-то приделать до во время прыжка могут уводить вашего робота либо влево либо вправо поэтому дизайнерские элементы они не награждаются они могут быть потому что дети все равно чем-то должны заниматься но делайте таким образом чтобы они не портили движение вашего робота ведь все-таки мы сейчас на соревнованиях и хотим добиться и заслужить первое место давайте перейдем к практике погнали итак друзья вот тот двигатель который мы будем приводить в движение батарейный блок для начала необходимо просто проверить что у нас все это работает потому что двигатель может просто не работать две батарейки о которых я говорил их нет комплекте вы их приобретаете самостоятельно есть вот такой рычаг это включение выключение до верхнее состояние разомкнут на нижнее состояние сомкнут дальше размыкаем и накидываем важно что понять куда двигается робот вперед или назад для этого мы просто должны подключить провода методом скручивания это легко делается вот так скрутили раз воткнули 2 и посмотрели что у нас все хорошо здесь функционирует второй провод не закручиваем да и первый не стоило этого делать потому что мы должны понять в какую сторону двигается робот самом деле ничего страшного если вы ошибетесь просто перекинете провода но это нужно проверить все далее про конструкцию что я говорил вот для меня вот это вверх да потому что колеса находится в верхней части точнее приводы вот так это двигатель находится вниз все вы можете думать как как вам заблагорассудить что я вам предлагаю сделать смотрите нам нужно во первых зафиксировать вот этот батарейный блок я предлагаю фиксировать сверху он нам даст вес вот фиксировать все нужно симметрично почему чтобы было хорошее распределение центром масс для того чтобы движение было идеально вперед соответственно мы с вами будем достигать центральных линий во всем здесь нам понадобится двустороннего такой скотч ничего другого я вам не рекомендую использовать особенно вот этот клей у нас для картона для оформления и для ничего другого он просто не годится наклеиваем скотч далее приклеиваем батарейный блок стараемся сделать все идеально по центру вот здесь у нас есть серединка да потому что двигатель стоит с половиной также на батарейном блоке есть серединке полосочка такая соответственно мы их сводим вверху вот так и внизу тоже ориентируемся хоп все у меня сейчас в принципе плюс минус все находится по центру что нам необходимо сделать дальше дальше нам сделать нужно некая опора на которую мы с вами прицепим а привод колес колеса мы делаем на вот такую ось вот так это должно выглядеть давайте этим и займемся опять же берем скотч приклеиваем бум вы можете смотреть по таймингу я это делаю в первый раз поэтому у меня может что-то пойти не так здесь у нас уже не точек нет но мы стараемся все равно сделать все максимально по центру все приклеили как следует придавили у нас получилась вот такая конструкция провода пока торчат я все-таки сейчас придавлю получше дальше давайте поговорим про заднюю ось как мы будем ее делать берем один вот такой плот да и вставляем в него ось видим что ход у нас достаточно легкий это нам и нужно на нужно вот этот блок приклеить собственно к нашей платформе но перед этим мы все-таки оденем колеса чтобы потом во время монтажа случайно не оборвать скотч скотч тут ограниченное количество поэтому экономьте его пожалуйста просто так не тратьте так что нам нужно нам понадобятся вот такие вставки оранжевого цвета и мы будем располагать слева и справа от центрального блока но нам важно чтобы здесь была у нас середина поэтому берем линейку и вымеряем последовательность замеров которые вы будете до того как вы засудите ось или после это уже ваше дело соответственно я буду делать вот так у меня здесь 5 сантиметров здесь 5 сантиметров ну вот у меня на глаз и по центру получилось то есть вот получилась такая конструкция добиваясь того чтобы она легко вращалась просто чуть-чуть ослабляю вот у меня есть небольшой ход далее мне нужно сделать два колеса берем основу на основу надеваем резиночку но я одену эти резиночки на четыре колеса вот таким вот образом сразу все и задние колеса у меня должен вращаться прямо идеально если передний у меня будет просто цепляться и тащить конструкцию то задняя часть моего робота должна вращаться идеально посмотрите на колесо о чем я говорю видите детали низкого качества поэтому где-то у нас проваливается резинка больше где-то меньше если она так будет вращаться то у нас робот будет ехать не очень хорошо соответственно я выбираюсь 4-2 самых таких более-менее мне нравишься колеса и одеваю их на ось при этом стараясь не сместить центр все папочки сильны поднадают все зафиксирует центр и потом снова проверим раз одел 2 дел все добиваемся того чтобы легко вращалась легко вот так покрутили чтобы резинка у нас села на место все далее снова скотч понадобится ножницы режем половинку приклеиваем основу и вот тут я понимаю что у меня ничего не фиксируется он смотрите потому что почему может чем-то обработано нет на самом деле у меня скотч какой-то позорный вот видите в чем дело я просто не фиксирует скотч он этот более-менее еще клеится так давайте еще раз попробуем так тот же тоже половинку но вот здесь у меня приклеилась видимо я оторвал клеющий слой когда снимал защиту все накидываем сзади опять же смотрим чтобы все было хорошо относительно центра то есть чтобы колеса не мешали двигаться этим батарейки выпадывает вот у меня получилась такая тележка далее батарейки оставляю далее нам необходимо сделать следующее у нас есть с вами вот такие рычаги про которые я говорил мы их просто должны разместить одинаково то есть не вот так а вот ровно параллельно чтобы они были даже небольшое смещение нам будет мешать то есть робот будет заваливать соответственно нас касание в точке соприкосновения должно быть одинаково с одинаковой силой соответственно я на одну половинку должен одеть вот эти колеса ой руки после скотча скользкие какие одеваем пока я это делаю все подписываются на канал пишут комментарии как бы они сделали как они сделали если соревнования уже прошли какой у вас опыт делитесь чтобы ваши коллеги получали информацию не только от нас это очень полезно друзья всех призываем коммуницировать друг с другом так все и сейчас нам нужно зафиксировать вот эти колеса как я говорил уже собственно вот в этих упорах так смотрите просто вдавливать не стоит немножко покачиваем потому что можно добиться того что у нас тут треснет если треснет на вот этот привод то собственно нас начнет прокручиваться соответственно мы тихонечко туда с нажима вот так как бы покачивая вставляем вот а потом с другой стороны на ориентируемся да собственно на перед и снова точно также вставляем добиваемся того чтобы у нас было параллельно все да не было расхождения чтобы с одной силы у нас робот касался тогда он пройдет прямо нам больше ничего не нужно все теперь я могу в принципе потестировать сейчас мне нужно понять да вы видите что у меня стоит робот на одной так я вам покажу высоте задние колеса у меня теоретически должен быть правильно стоять да они легко крутятся дальше мы будем смотреть уже как у меня ведет себя робот для этого я подключаю посмотрю во первых в нужную ли сторону он пойдет так накинул супер видите в нужную сторону идет дальше смотрю насколько прямо мой робот идет я поле здесь расстилать не буду если у меня на расстоянии метра робот проходит прямо значит я считаю что в принципе мы все сделали прямо давайте ставим по центру стола включаем робота и наблюдаем за одного замера недостаточно после того как робот прошел обязательно смотрите смотрим все ли хорошо сделано вы видите что я не додавил и в один прекрасный момент двигатель достаточно мощная одно колесо провернулась и и сейчас робот давайте еще раз покажу двигается следующим образом видите одно колесо касается раньше и соответственно он идет по некой дуге с поворотом мы просто все поправляем и добиваемся того чтобы робот прошел прям на соревнованиях вас оценивать следующим образом если вам на попытку дается не более трех минут не более трех попыток если вы первую попытку сделали хорошо в вас устраивает то вторую попытку делать не обязательно засчитываться лучшее время то есть если во второй раз вы прошли хуже 2 рассчитаться не будет но вы можете закончить испытания даже придя раз это я к чему сделать и робот чтобы он хорошо прошел первый раз если потом он заваливается дайте детям возможность просто пазапускать его и все соответственно они же не зря пошли на соревнование понятно что вы власть основную работу всю сделали ведь будем откровенны вот соответственно я снова фиксирую все как следует уже стараюсь прямо туда ставить чтобы у меня ничего не проворачивалась вот перед тем как у меня следующей попытки у меня есть возможность поправиться не стесняйтесь это делать поправьте после этого снова поставьте чтобы у вас колесики стояли так правильно на линию вот я считаю что у меня робот готов я говорю вперед мой друг и смотрю насколько прямо он идет и сейчас он идет идеально прямо вот таким образом нужно вести себя на соревнованиях никакой паники спокойно просто взяли и сделали сейчас мы сделаем видео этого робота с нескольких сторон вы поймете как легко он собирается дальше если вам необходимо просто чтобы он был красивый торчащие элементы выходящие за пределы корпуса могут привести к тому что робота будет уводить или влево или вправо еще эти элементы могут помешать запускать робота когда вы его будете запускать у вас все равно будет некая такая паника вы можете включить робота но случайно задеть этот провод и увести его вы видите я сейчас пальцем задел и у меня совместились колеса давайте посмотрим как робот в этом случае будет совести идет он весело но не туда куда мне нужен соответственно максимальное количество очков я набрать смогу с большим трудом поэтому друзья если я хочу повеселиться вот я просто беру эти глазки приклеивая прямо на основу вот и у меня такой веселый робот получился при этом он нормально обтекаемый ничего у него лишних элементов не торчит проводочки тоже могу подвязать если есть необходимость все у нас нет оценки за красивость если так можно выразиться у нас есть оценки за прохождение и 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 поэтому с вами был александр спасибо большое что вы находитесь на канале подписывайтесь на него обязательно пишите комментарии как прошли ваши соревнования насколько это видео было полезным я рад был вас видеть приходите еще Пока